Сахалинские сноубордисты готовятся к международным зимним спортивным играм «Дети Азии». Совсем скоро островитяне отправятся в Кузбасс, чтобы побороться с сотнями других любителей скорости, снега и доски. На одной из тренировок побывала наша съемочная группа. Поактивнее, чуть поэнергичнее. Так как это первый спуск родни, дальше будем, давай. Критика и строгий тон, как говорит тренер, все это не зря, а идет впрок для улучшения результатов спортсменов в грядущих играх. Вдобавок наставница с излишком хватает времени и сил отчитывать ребят за каждую ошибку, ведь сноубордистов всего двое. Кристина Зайцева и Никита Маджара – единственные в этом году участники сборной от Сахалинской области. В этом году в этих играх у нас усеченный состав, когда мы принимали «Дети Азии», у нас было две команды по 8 человек. А сейчас отобралось, ну, в команду ДФО попало только два человека. Оба – и парень, и девушка – ранее участвовали в крупных состязаниях регионального уровня и выше. Для них «Дети Азии» не столько карьерный рывок, сколько чистое удовольствие от процесса. Просто душа лежит, нравится этим заниматься. Ну, никакой витак спорта не нравится, как это. Ребята усиленно готовятся и в то же время трезво и холодно рассуждают на тему конкуренции и собственных способностей. Оба уверены – нервничать излишне, надо трудиться и накатывать много часов с удовольствием. Ну, у меня есть шанс на победу. Надо, конечно, постараться на некоторых стартах, но шансы всегда есть. Если ты говоришь о том, что ты плохо выступишь или что-то такое, то ты проиграл еще до старта. Международные игры «Дети Азии» начнутся 25 февраля и продлятся по 5 марта. Сахалинские сноубордисты сразятся там в дисциплинах с лалом, параллельный и гигант, а также в командной гонке. Окажутся ли островитяне в числе лучших – покажет время. Евгений Черемухин, Данил Саражинский, Илья Назаров, СОНС-ТВ